В имя Отца и Сына и Святаго Духа В посланиях апостольских мы читаем Вера без дел мертва есть Покажи мне веру от дел твоих Так говорят святые апостолы Иаков и Павел И другие апостолы вторят им Вера и дела Вспомним об одном евангельском событии Из земной жизни Господа нашего Иисуса Христа Однажды в городе Капернауме К спасителю подошел сотник Начальник римской стражи Военачальник над сотнею воинов И просил у Господа Исцелить его тяжело заболевшего слугу Прийти в дом и исцелить его И спаситель на его просьбу Сказал сотнику Я приду в твой дом и исцелю его В ответ на это военачальник сотник воскликнул Господи, я не достоин, чтобы ты вошел в дом мой Но скажи только слово Твое целительное слово И выздоровеет мой слуга По твоему слову В этих словах военачальник сотник Проявил такую веру во всемогущество Иисуса Христа Так в его силу его слова Что удостоился за это похвалы от самого спасителя И Господь сказал, обращаясь к окружающим Истинно говорю вам И в Израиле, и среди верующих людей Я не нашел такой веры, как в этом человеке Господь добавил еще к этим словам Говорю же вам Что многие придут с востока и запада И возлягут с Авраамом, Исааком, Иаковом С праведниками в Царстве Небесном А сыны Царства Извержены будут во тьму кромешнюю Извержены будут из Царства Небесного Обращаясь к сотнику, он сказал Иди, и так как ты веровал Да будет тебе по вере твоей И читаем мы в Священном Писании Слуга сотника выздоровел в тот час В тот час, когда Господь произнес эти слова Иди, и как ты веровал, да будет тебе В тот час выздоровел в дому слуга сотника Ему стало легче, он начал поправляться Кто эти сыны Царства, о которых говорил Спаситель? Это иудеи, современники Иисусу Христу Они гордились тем, что по плоти были потомками Авраама Они рассуждали о себе Мы потомки Авраама Мы сохранили истинную веру в единого Бога Мы исполняем все обряды ветхозаветного закона И, конечно же, мы первые наследники Царства Божия Господь же Иисус Христос не раз обличал их за это самопревозношение над другими За их гордыню За то, что они почитали себя наследниками Царства Божия Невзирая на то, достойны ли они этого Царствия Достойны ли они этого по своей жизни и по своим делам И вразумляя иудеев, Господь говорил им Что одно происхождение их от Авраама Без духа благочестия и без добродетелей не спасет их Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное Но исполняющий волю Отца Моего Небесного Говорит Христос А одну из своих притчей Спаситель закончил грозными словами в отношении иудеев Отнимется от них Царство Божие И дано будет народу, приносящему плоды его Плоды, достойные Царства Божия За греховную нечистоту и беззаконие иудеев Господь, по его словам, отнимет от них Царство Божие И дает его другим людям Которые по плодам своей жизни будут достойны Царства Небесного Вспоминая слова Божественного приговора в отношении современных Спасителю иудеев Мы не переживаем ли в сердцах своих чувство священного трепета Ведь и мы грешные, и мы грязные Можем за свою жизнь заслужить ту же участь Если будем по своей жизни недостойными детьми Небесного Отца Истинная вера и жизнь христианская состоит не только в том Чтобы мы исповедовали истины веры Эти истины хранили в своем сердце Она состоит в живом убеждении нашего сердца Которое направляет наши мысли Направляет наши чувства Наши желания Является руководящей силой всей нашей земной жизни Можно ведь исполнять все обряды православной церкви Освящать яйца, брать святую воду Пасхальные яйца, куличи освящать Брать пасхальную воду И быть плохим христианином Быть даже хуже язычника, хуже неверующего Быть нехристовым Истинная вера свидетельствуется Нашей добродетельной жизнью Жизнью по Христу Надо, чтобы наша жизнь светилась в добрых делах Чтобы свет веры сиял пред другими Как завещает Господь Так да светит свет ваш пред людьми Чтобы они видели ваши добрые дела Вашу любовь, ваше милосердие Ваше сострадание Ваше добро Прославляли, видя это, прославляли Отца вашего небесного Детьми которого вы являетесь Мы веруем в Господа Бога Творца мира, видимого и невидимого Мы веруем в промысл Божий В тот, что ни один шаг в жизни человека Не совершается без его воли Веруя так, мы должны принимать Как от руки Божией Все и радостное, и скорбное И печальное, и тяжелое В нашей жизни Такая вера спасет нас от отчаяния Поддержит нас в те минуты Когда тяжелое жизненного креста Ложится на наши плечи Мы веруем в то, что Бог Вездесущий и всеведущий Мы знаем, что Господь Видит не только каждый шаг нашей жизни Но видит наши желания сердечные Видит наши тайные мысли Наши намерения И потому мы должны все делать Как бы пред очами всевидящего Бога И думать, и желать, и радоваться И в печалях возлагать Все упование свое на Бога Мы веруем в Бога Как праведного судью Который призовет каждого из нас На ответ, на суд И в этом суде Мы или постыдимся Или прославимся Истинный христианин Всегда носит в своем сердце страх През грозным приговором грешникам На последнем суде Идите от меня проклятые Бог вечный Уготованный дьяволу И ангелам его И слугам его Истинный христианин Спешит свое грязное сердце Омывать слезами покаяния Раскаянием Он боится погибнуть Для вечной жизни Боится быть непричастным В вечной радости Мы веруем в Господа Иисуса Христа Который был распят за нас на кресте И претерпел тягчайшие муки Для того, чтобы освободить нас От вечной смерти От власти над нами греха И дьявола Мы всегда должны помнить Какой ценой Сыном Божиим Куплено для нас право Наследовать Царство Небесное И получить прощение грехов Во имя каких страданий Сына Божия Нам дается это прощение И это вечное счастье И не совершать ничего того Что недостойно Как говорится Пролития крови Христовой Крестной смерти Христовой За нас Истинный христианин Любит Господа Иисуса Христа Всем своим сердцем Всей душой Всем своим помышлением Всем своим существом Он любит Крест Христов Любит его лабызать Любит С благоговением Налагать на себя Крестное знамение Во имя Отца И Сына И Святого Духа Аминь Веруя в то Что сила Крестного знамения Ограждает От врагов Видимых И врагов Невидимых Истинный христианин Любит Слово Божие Как оставленное нам Господом завещание Переживает христианин Чувство радостного Духовного наслаждения Когда читает его Или слушает его Он понимает Что через свое Божественное Слово Беседует с ним Сам Бог Истинный христианин Любит Святую Церковь Он любит Святой Храм Такой Верующий христианин Хочет Во всем подражать Своему Господу Иисусу Христу Это желание Жить по заповеди Божией Это стремление Идти тем путем Каким шел Сам Господь Всегда живут В сердце того Кто верует Истинной верой Истинный христианин Это тот Вера которого Подтверждается Делами его Доброй христианской жизни Делами доброй Христианской жизни Такая вера Есть истинная вера Ибо она Свидетельствуется Самой Жизнью Человека Кто такую Истинную веру Сопровождаемую Добрыми делами Сохранит До конца Своих дней Тот Как сказал Сам Иисус Христос Возляжет С Авраамом Исааком И Иаковом В Царстве Небесном Которому не будет Конца Аминь Пуще нас Иже Иси на небесе Да святится Имя Твое Да приидет Царствие Твое Да будет Воля Твоя Як он на небесе И на земле Хреб наш Насущный Дашь Нам вниз И остави Нам долги Наша Як уже И мы Оставляем Вожняком Нашим И не Глядим На Свои Искушения Но Избавим Нас От Лук Аминь 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 Аминь